Добрый вечер, уважаемые коллеги! Приветствую самых стойких, самых, так сказать, стремящихся к знаниям и интересующихся онкологией. Мы начинаем свой вечерний симпозиум, посвященный также раку желудка. И другим опухолям желудочно-кишечного тракта. Да, и другим опухолям желудочно-кишечного тракта, то есть направление желудочно-кишечного тракта, лечение опухолей желудочно-кишечного тракта, оно продолжается на нашем симпозиуме. И начинаем мы с доклада Натальи Сергеевны «ХЕР-2. Позитивный метастатический рак желудка. История и новейшая история». Будьте любезны презентацию, пожалуйста. Кто там её даёт? Да, презентацию включите, пожалуйста. Итак, дорогие коллеги, ХЕР-2. Позитивный рак желудка. Это относится, безусловно, к очень интересной, очень важной, хотя и не очень частой, подгруппе пациентов с опухолями желудка и, в частности, с аденокарциномой желудка. ХЕР-2. Позитивный рак желудка был выявлен и выделен, так сказать, сравнительно недавно. И по его характеристикам можно сказать, что, как я уже говорила, это небольшая, приблизительно это пятая часть всех заболевших аденокарциномой желудка пациентов где-то в районе 20% случаев. Но это, в общем-то, достаточно усреднённые и несколько завышенные данные, потому что, исходя, скажем, из нашего опыта российского, ну, где-то в районе 15%, если мы будем встречать ХЕР-2. Позитивный рак желудка, то это более, так сказать, реальная цифра. Ну, за годы изучения этой подгруппы пациентов было отмечено, что он чаще встречается у пациентов с кишечным потипом по классификации Лаурен, это приблизительно 30%. При диффузном потипе он встречается гораздо реже, но 5% это тоже, в общем-то, несколько завышенная цифра, но это где-то в районе 2-3%, а если брать более широкую популяцию, 1-2%. И чаще встречается при аденокарциноме кардиоизофагиального перехода, чем при локализации первичной опухоли в других отделах желудка. Вот таким образом частота позитивности опухоли по гиперэкспрессии HER2 варьирует в зависимости от гистологического потипа, то есть в зависимости от степени дифференцировки фактически опухоли и локализации первичной опухоли в желудке. По данным исследований ТОГО, который является базовым исследованием в определившем лечение пациентов HER2-позитивным раком желудка, частота позитивности составила 22%, при этом она была одинаковая как в европейской, так и в европейской.